Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста, исход 23 глава 19 стих и книга «Бытия» 18 глава 7 и 8 стих, мы зададимся вопросом, почему по закону Божию было запрещено варить козленка в молоке его матери. Прежде всего надо обратить внимание на то, что у этой заповеди есть серьезное продолжение. В том смысле, что в своем понимании этой заповеди иудеи вообще отказались от смешивания молочных продуктов, кисломолочных, творога и так далее, с мясом. И по законам Кашрута такое смешение у них совершенно недопустимо. И мы попробуем с вами рассмотреть этот вопрос, насколько это соответствует самому библейскому откровению и какой смысл вообще был этой заповеди. Итак, обратим внимание на то, как эта заповедь звучит. Исход 23.19. Здесь мы видим, что эта заповедь является продолжением заповеди о принесении начатков плодов в дом Господен. Поэтому она может прямо относиться к этим заповедям, которые вообще обозначают, какие действия допустимы при приношении жертв, а какие недопустимы. С другой стороны, в книге Бытия, 18 глава, 7-8 стих, мы читаем. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял под них под деревом, и они ели». Здесь мы видим, что патриарх Авраам не соблюдает вот этот принцип Кашрута в той его части, как евреи истолковали текст из книги Исход 23 глава 19 стих. Он ставит масло, молоко и приготовленного теленка предлагает. Я интересовался, как из этой сложной ситуации выходят иудейские экзегеты. Они говорят, что там дистанция была между блюдами, там два часа или сколько-то. Сначала масло и молоко, а потом теленок приготовленный. Но здесь мы этого не видим. Когда говорится об отроке, он поспешил приготовить его, то есть теленка. И выставляют теленка, но тут же выставляют и масло, и молоко. Но почему же тогда существует вот эта заповедь не варить, не варить, а именно козленка, я не знаю, как это относится к теленку, в молоке матери его? Первое. Потому что это был обряд, один из ритуалов идолопоклонников того времени, той земли. Они действительно варили козленка в молоке его матери, и делали это прямо в храме вместе с принесением своих приношений своим богам. Второе. Это, возможно, был колдовской, магический такой обряд, ритуал. И его цель и назначение – сделать землю более плодородной. Такое магическое действие. Козленка варили в молоке матери. Кстати, запрет на свиное мясо, он может быть тоже связанным с тем, что язычники земли Ханаана, прежде всего филистимляне, они приносили в жертву своим богам свиное мясо. А филистимляне, есть такая точка зрения, они были выходцы с Крита, а это родственные этногруппы, близкие к Эллинам. А у Эллинов, посмотрите, Гомера, в частности, сейчас я вспоминаю Одиссея, вот эту работу Гомера. Там даже свинопас называется божественным свинопасом, потому что принесение в жертву свиного мяса считалось самой совершенной жертвой. Но вернемся к козленку в молоке матери. Во-первых, это жестоко. Когда козленка варят в молоке его матери, а это молоко предназначено для того, чтобы кормить этого козленка, питать его, то есть это верх цинизма. И, по сути дела, эта заповедь запрещает любые формы цинизма, непочтительного отношения и к матери, и к ребенку. Кстати, в иудаизме есть такое осознание, что такие грехи очень серьезные. Например, когда современные евреи отвечают на вопрос, а почему арабы все время терроризируют их страну, нападают на них, сами ученые-экзегеты говорят так, потому что когда Агарь была беременна, Сара ее преследовала и гнобила. А разве можно гнобить и преследовать беременную женщину? И вот за это до конца времен арабы будут досаждать евреи. Далее. Почему запрещено варить козленка в молоке матери его? Само это сочетание молоко и мяса, если все это вместе приготовляется. Для человеческого желудка это не очень потребно. Не очень потребно. Для пищеварения прежде всего. Другое, возможно, объяснение, потому что это выражает как бы неуважение к самим взаимоотношениям между родителями и детьми. Далее. Это могло быть символическим осквернением праздника жатвы. Вот исполнением такого языческого обряда, а с точки зрения ветхозаветного иудаизма, когда перенимаются формы языческого служения, это называется «авада-зара» – чуждое служение, то, что решительно отвергается прежде всего в мишнянских текстах. И далее. Возможно, что это было проявление вот такой гедонистической роскоши. Не просто варят, готовят козленка, а в молоке его матери что-то наподобие эпикурейства. Поэтому реально здесь может быть целый ряд объяснений, а те выводы, которые иудеи сделали из этой заповеди, они не очень оправдываются контекстом поведения Авраама, патриарха Авраама, хотя о нем сказано, что он соблюдал закон Божий. Уставы, постановления, об этом говорится в 18 главе книги «Бытия». На тот момент законы Божии существовали на уровне священного предания, а стали священным писанием, а не только после того, как боговец Моисей все это записал. Итак, сегодня мы ответили на один из таких сложных моментов в текстах священного писания, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, подписывайтесь на библейский портал Экзегет и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!